Сегодня в программе «Творческая гостиная» мы расскажем о необычном и талантливом художнике Антоне Катышеве. Буквально на днях в музейно-выставочном комплексе открылась персональная юбилейная выставка художника. Ну а сейчас мы отправимся к нему в мастерскую и посмотрим, как создаются эти яркие и красочные картины. Мечта каждого художника – это большая и просторная мастерская. Огромное количество картин, развешанных на стенах, вызывают бурю эмоций. Даже те работы, которые сложены на полках, так и шепчут «Возьми меня и посмотри, что же на мне изображено». Антон Катышев встретил нас очень тепло. Сразу стал рассказывать о себе, о своих работах и о том, что же для него значит живопись. Родился в семье художников и еще и даже роддом был рядом с художественным училищем в Рязани. Так что мне одеваться было некуда. И когда подошел возраст выбора профессии, ну до того я серьезно-то как бы не готовился, но рисовал для себя, что-то там композиции сочинял. Но такой классической подготовки не было. А тут родители говорят, все, пора это, думать-то куда дальше. Я говорю, ну не знаю, ну кем хочешь стать? Ну или шофером, или осенизатором, или художником. Ну выбор такой был, что, ну пошел в художники, ясное дело. К тому же другого образа жизни я не представлял, поскольку все кругом только тем занимают, что рисуют. И в этой атмосфере, когда живешь, то впитываешь ее по неволе. Ну меня буквально за год подготовили, так серьезно. И вот поступил в Рязанское художественное училище. Там отучился 4 года. Контроля не было, я вообще так бесконтрольно, довольно-таки развивался. Ну очень сильно дедушкино влияние, поскольку в студенческие годы, где-то с 15 до 19 лет я в Рязани жил. А он художник такой старой классической школы. У него очень много тоже на пленеры он ездил, в Горзуфе почти каждый год бывал, палитру осветлял по весне. И от него вот передалось именно его манера письма, больше. От отца вот он композициями занимался, очень легко сочинял интересные сюжеты. Я к этому только начинаю приходить. Потом пришло время идти в армию. После службы художник поступил в Строгановское училище, где отучился в 6 лет. Мы с женой познакомились в Рязанском художественном училище. Ее туда из Архангельска занесло, подружка привезла за компанию. А меня из Дмитрова. Ну а после училища, уже я после армии пришел, мы поженились. И вместе уже поступили в Строгановку, там окончили отделение интерьер. И с тех пор вместе работаем по интерьерам, когда проекты, это мы совместно. А так у каждого свое творчество. У меня живопись, а у нее декоративно-прикладное искусство. Это батик, гобелены. Антон Катышев посвятил музею Дмитровский Кремль 15 лет плодотворной деятельности, творческого полета и созидания. Результаты его трудов можно увидеть не только в музее, но и в других культурных и образовательных учреждениях Дмитровского района. Интерьером мы занимались давно, еще даже не учащаясь в институте, мы уже начали заниматься интерьерами, когда в Дмитровской художественной мастерской работали. Потом в 90-е годы много в Москве работали. Там и рестораны, и кафе делали, и дискотеки, и квартиры. А потом как-то волею судьбы я оказался в Дмитровском музее, я даже не понял как, но оказывается, я там уже 15 лет, как недавно выяснилось. Такое место, что сюда попадаешь, и жизнь пролетает. На самом деле, это трудно быть музейным художником, гораздо проще делать интерьер и квартир, потому что здесь связано с научной работой, с их задумками. Это постоянная борьба, я борю за красивый интерьер, а не за то, чтобы впихнуть все, что они хотят. Но в результате получаются интересные работы. И в Дмитровском музее практически мы по всем экспозициям тут работаем. Самая лучшая, считаю, моя экспозиция – это экспозиция археологии и древней истории Дмитрова. Это в Кремле, где Альчинберкасс и библиотека были в том здании на первом этаже. Почему она лучше? Потому что сейчас уже так не делают. Сейчас пришло время баннеров, печати на пленке, а там все сделано вручную. Я даже там фактуры на стенах делал сам и контролировал процесс, и краску мешать приходилось вручную. В общем, получилась какая-то вот среда такая обтекаемая, когда она рукотворная. Ждать, когда тебя посетит вдохновение – это не выход, считает Антон Катышев. Нужно всегда быть готовым встретить свою музу в полной боевой готовности с палитрой, холстом и красками. В любом случае, нужно работать. И работать регулярно. Недавно как раз байку интересную рассказали, как ученик приходит к Чайковскому и спрашивает маэстро, а как к вам приходит вдохновение? Он говорит, не говорите банальности, молодой человек, работать надо. Вот и здесь так же. Надо работать каждый день. Когда работаешь, находишься в процессе, то оно само все приходит. Когда-то придет, когда-то не придет, но ты находишься в процессе. Если нет вдохновения, делаешь техническую работу. Что-то торкнуло, закладываешь новые работы. И это как-то нескончаемый процесс. Люди считают, что художник вот написал картину, и там тут он кверху отдыхает, наслаждается жизнью. На самом деле я не ощущаю даже окончания картины. Да, не успешешь порадоваться одной, там другую уже делаешь. К тому же масляная живопись, она требует высыхания. И редко я веду одну картину, обычно сразу несколько картин или серию. То есть пока одна сохнет, она там может неделю просыхать, вот если большой слой наложил. Приходится заниматься другой, потом возвращаешься к ней. Иногда не возвращаешься. Подходишь, а уже остыл. Она может простоять полгода, потом к ней вернешься. Важно и слегка менять направление своей деятельности, пробовать себя в разных жанрах. Так художник не потеряет остроту восприятия. А ведь это чуть ли не самое важное в его работе – остро видеть и ощущать красоту этого мира. Направлений на самом деле много в живописи. Раньше казалось, оно только одно. Чем дальше движешься, тем больше умеешь, тем понимаешь, что ты мало чего умеешь. И развиваться можно туда-сюда. Вот сейчас отбираю, задвинусь. Но уже есть мысли кое-какие. Я вижу, что исправить, что откинуть и на чем стоит сосредоточиться, но еще не до конца. Антон Катышев много путешествует, но он не гонится за красотами за рубежью, ближе и роднее уголки нашей страны. Такой контраст с городской суетой помогает воспрянуть духом, стать более уравновешенным, настроиться на творческий процесс. В этой обстановке и работы получаются другими, настоящими. Для него очень важно путешествовать по новым местам и встречаться с интересными людьми. Ну, это вот с последнего пленера, я считаю, вообще это лучшая работа, что у меня получилось. Это Гурзуф, Чеховская бухта. Такое замечательное место. И вот в Крыму во многих местах было вроде все красиво. Но вот в Гурзуф как-то попадаешь, понимаешь, что это на самом деле Мекка для художников. Там каждое красивое место, красивая точка, смотришь, вокруг все краской забрызгано, замазано. Туда я боялся даже подходить, потому что мне сказали, что в том году не пускали художников, потому что там кто-то вот испачкал камни, посетители испачкались. А туда, чтобы пройти, это через дом музея Чехова. Вот там домик, дом Чехова, середину проходишь. И я когда подхожу, спрашиваю, а можно художников пройти? Он говорит, почкунули, конечно, художники, но куда же без вас? Ладно, идите, но я вот вам покажу тут два места, где вы, и вам будет хорошо там тенек, и что в других не пачкали. На самом деле, там вот эти места, они все перемазаны, и самые лучшие точки вот с них. Одно место, и на другой стене там еще в другой точке. Ну, там как-то вот в других местах тоже красиво все место, но здесь компонуется вот группа этих камней, со скалами все, с перебоем, с камнями, оптимальный. И даже вот другая работа, вот, то есть, там, там, сам вид на Гурзуф, он тоже там все как-то складывается. Понимаешь, почему там Королин все время писал, и художники все время ездят туда толпами, просто наслаждаются. Многие художники сходятся во мнении, что самый сложный жанр живописи – это портрет. Стоит немного по-другому изобразить деталь на холсте, и сразу теряется сходство с человеком. По ходу нашего общения Антон Катышев попытался нарисовать меня. Буквально за 20 минут художник сделал набросок. Я сейчас от такого классического реализма, в нашем понимании, где-то как прессионизм больше стал уходить. Ну, не знаю, насколько я там задержусь, но пленэр, он вообще компрессионизму. Как бы они не раз в общем связаны. И там другое восприятие цвета, то есть, цветовая палитра обогащается. Потом что-то это где-то сольется. Ну, я все пытаюсь найти ту именно манеру, которая выражала меня максимально. Мое видение мира. Мне нравится вот с факторами очень работать. В то же время я в ангарде, я ничего, чтобы было несколько выставок через авангардных направлений. И модерном баловался. И постимпрессионистические вещи есть. Я хочу попробовать все, а на основе этого уже сплавить и что-то свое создать. Каждому в жизни нужно найти свое предназначение. И когда человек живет в согласии, начинаешь ощущать такую мирность и сердечную благодать. Радоваться жизни и благодарить за все. И начинается расцвет. И все это, конечно, сказывается на творчестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова